Так, ну что ж, всем привет, с вами Расик. Уже прошло довольно-таки 4 дня на момент записи видео. Момент открытия нового серра Sirus X5. И уже некоторые из вас, игроков, естественно, успело докачаться до 80 уровня. И пока что мне задают иногда уже вопросы, что делать на 80 уровне, что куда, как одеваться и так далее. В этом видео немного поподробнее по просьбе этот вопрос раскрыть вам. У меня уже был гайд для новичков. Там в быстрых деталях все было рассказано. Сейчас более подробно, потому что сейчас актуальный контент 200 гира и 211. Так просто быстро в боешке одеться и пойти нагибать. Вам голды просто не хватит. Хочется овер много фармить. Как из этого дела выкручиваться, естественно. Начнем, наверное, с того, что при достижении 80 уровня вы получаете 7 категорию. Самую нижайшую, самую лоховскую. Вы это должны понемногу исправлять, естественно. Вы едете в Даларан. Даларан это город, светилище. Как в него попасть? Либо вы телепортируетесь сюда на 70 уровне, а то и больше. Из любой таверны на Раскола. Потому что вам дадут квест как раз таки в любой таверне. И маг вас телепортирует. Обязательно сохраняйтесь в таверне, в Даларанской, чтобы вы, в принципе, могли телепортироваться в Даларан. Если вы эту возможность как-то профукали, ищите мага в Аргеймаре, в Штамграде, где угодно. И просите его поставить вам портал. В Даларан он вас телепортирует. Там, может быть, голды попросит. В общем, вот такие вот дела. Идем дальше. Как апать эту самую лоховскую категорию? Вы идете вот в это место в Даларане. Находится приблизительно здесь. Карту на букву, я думаю, вы разберетесь, как открыть. Подходите к Жулии, к Сирусу. Берете абсолютно все квесты. Читаете их. Вам по цепочке придется апать эту самую категорию. Вы делаете все начальные квесты. Потом читаете. Дальше вам дают за квесты кристаллы энергии. Эти самые кристаллы энергии нужны для категорий. Это было в прошлом видео по категориям. Можете его полностью посмотреть. Дальше. Уже начиная... Ну вот. У вас есть какая-никакая категория. Вы сделали квесты. Что делать дальше? Вам нужен уровень предметов для того, чтобы апать, естественно, свой шмот дальше. У силки это все-таки как-никак не все, что вам надо. Вам нужно апнуть 180-й итем-левел, 180-й уровень предметов. У меня сейчас 185-й. Могу им пользоваться как хочу. 180-й уровень предметов вам нужно для того, чтобы покупать за очки доблести хорошие шмотки. Вот вендоры у Альянса. Здесь находятся орды вот в этом квартале. Здесь заходите. И там слева, вот здесь, вот на ступеньках примерно будут вендоры. Здесь вы можете посмотреть шмотки, которые вас интересуют. В основном вам нужно купить хороший манускрипт. Ну, идол, как у вас там называется, с кого вы играете. Я играю за паладина, поэтому у меня называется это манускриптом. У вас это у шамана идол, по-моему, или у дроида идол, точно не помню. В общем, не суть важна. Хорошие шмотки вам нужно покупать за очки доблести. Есть такая штука, как куски, токены. Вы их можете купить и обменять где-то в Далране. Можете по нему побегать, посмотреть, на что вы можете обменять. Если у вас есть аддон Atlas Loot, если его нет, то я советую вам его скачать. Можете открыть комплект набора и посмотреть. Тир 7, это самый минимальный. Как раз таки, то есть сейчас он и работает. И ищите свой спик. Я играю за паладина. Хочу вас вместе посмотреть. И какие там бонусы даются. Но гайд, потому не как одеться в бисгир, а хотя бы в минимальный. Правильно? Я вам объяснил, для чего нужны очки доблести. Сейчас объясню, как их получать. Получаете вы их с помощью рега инстов. Вы нажимаете. Случайно подземелье Лич Кинг, либо Лич Кинг Героек. В обычку Лич Кинг вы можете регать сразу же. В Лич Кинг Героек вам нужен как раз таки это самый итем гир. Видите? Смотрите, у меня 180 гир. Я могу регать спокойно поиск подземелья и ждать, пока оно мне найдется. Если я с ним меньше гир сделаю, я его регать не смогу. Обычку я могу всегда регать, начиная с 68 уровня и фармить очки доблести по 30 за день с обычки, либо по 30 за инст с Героика. То есть обычку вы пронесете один раз за день и все. А Героика вы можете фармить, пока что Героики не закончатся. Плюс, дополнительно с Героикой вам падают очки доблести по 5 штук за каждого босса. И в итоге вы вылутаете где-то 45 очков доблести за целый пронесенный инст подземелья. Вы поняли, для чего нужны очки доблести, на что их тратить, тыры-пыры. А теперь разберемся к тому, как вообще до этого дойти. То есть, как вам взять итем левел. Скорее всего, у вас будет 130-й, 120-й. То есть, это примерно на таком уровне. Вы можете одеваться несколькими способами, всего их примерно я насчитал 4. Один из способов это репутации. Второй из способов это аукцион. Третий из способов это эргеры. То есть, самоходом в них пойти. А четвертый я уже забыл, в принципе. Может быть, вспомним. Теперь, начнем по порядку с аукционов. Все довольно просто. Приходите на аукцион, нажимаете определенный предмет, ищите самую слабую шмотку. И ищите любую альтернативу, что вы можете надеть, лишь бы у вас повысился уровень предметов. Все довольно просто. Есть бабки, есть шмотки. На аукционе делаем следующим способом. Заходим, естественно, на аукцион. Смотрим на наш предмет. У меня, в моем случае, это голова 187-го итем-левела. Я хочу ее немного повысить. У меня есть для этого бабки. Конкретно 800 золота. Допустим, я открываю доспехи. И мне нужна голова. Всего существует 4 вида доспехов. Ткань, кожа, кольчуга и латы. Я посмотрю на голову. Сначала, наверное, даже латную. Посмотрю, сколько она будет стоить. Открываю фильтр. Низкое все это убираю. Оставляю необычное, редкое, предосходное. Пишу 70, повосят. И открываю самый высокий уровень предметов. Самый высокий я могу купить 187-й итем-левел. И он стоит 279 голды. Меня это не устраивает. Слишком дорого. И у меня такой же уровень предметов. Открываю дальше кольчугу, голову. И смотрю. Так, 200-я голова кольчужная стоит 35 голды. 35 голды это недорого. Оно повысит мне 13 итем-левелов для башки. И скорее всего апнет плюс целый один общий итем-левел. Я могу подумать, что есть еще что-то лучше. И ищу кожаную голову. Кожаной головы я не вижу также. Ищу тканевую. Тканевой нету. И из этого следует, что кольчужная голова самая для меня прибыльная. Я ее покупаю. И естественно надеваю. Идем дальше также с каждой шмоткой. По поводу вещей, которые называются шея, плащ, запы и так далее. Вы нажимаете разное. Ищите шею для начала. Вот шея самая такая дешманская. 178-я за 7 золотых для меня. Ну, если мне нужен этот итем-левел, я покупаю. Либо смотрю что-то более такое полезное. По поводу спины. Вы открываете ткань. И в тканевом вы ищете спину. Вот. Уровень мета в 200-е также стоит. Приблизительно. Самая дешманская. Спина стоит 300 голды. Именно в 200-е. Ну, я ее естественно и покупаю. Но у меня уже есть спина такая же совершенно. Поэтому она мне естественно не нужна. Думаю с аукционом вы разобрались как что покупать. Третий способ это самоход. Первый еще второй, потому что его проще объяснить. Все просто. Вы собираете группу из пяти людей. Танка и хила. Ну, и еще к этому три депейсера. Вы выбираете определенное подземелье. Нексус, окула, что угодно, что вас больше интересует. Какой-нибудь атлас лута, что угодно. И потом туда идете всей пачкой. Именно ко входу этого подземелья. Вы ставите из подземелья, тыкая на рамку своего портрета персонажа сложность подземелья. Вы выбираете пять героиков. Пять героич. Есть пять обычка, есть пять героич. Вот вы в него тыкаете. И потом вы можете зайти в этот самый инст. У вас будет героический уровень сложности. Вы в него входите и фармите на фулл это самое подземелье. Единственное, что отличается от поиска, это тем, что вы не получаете за прохождение случайного подземелья награду. Потому что вы его все-таки зашли сами туда не случайно. И фармите, одеваетесь понемножку. Это был третий способ. Если вы захотите пойти в подземелье Аметистовая крепость, которая находится в Белране, то вы можете взять у одного из маков здесь квест. Либо в Аметистовой цитадели он берется, либо где-то в Аметистовой крепости, если я все правильно помню. Вы добегаете до этого самого квеста. Приблизительно здесь сдаете его. Лутаете еще один, по-моему, квест. И вам дают ключ входа в Аметистовую цитадель. Вы сможете с помощью этого квеста, естественно, открыть эти самые ворота. И, естественно, уже идти туда самоходом, как, в принципе, я и вам и показывал. Заходите. Тут уже мальчик какой-то стоит. Если у кого-то не будет почему-то, по какой-то причине ключа, вот есть в рычаг, вы можете открыть своим напарникам этот самый вход в Инст. Второй способ это репутация. В этом деле все немного посложнее. Пересмотрите. С репутацией вы можете получить... Также открываем Атлас Лут и смотрим. Комплекты набора репутации у фракций. Есть Драконий Союз. Одна из репутаций. Вторая репутация Рыцарь и Черного Клинка. Третья репутация Сыновья Хадира. Четвертая Керентор. Пятая. Перебленный Авангард. Всего имеется пять репутаций, которые вы можете делать. Остальные... Ммм... Ну, можете и попробовать остальные, я их никогда не делал. Может быть, там действительно что-то тоже годное есть. Так. Начнем, наверное, с самого простого. У каждой из репутаций есть своя щарка. Например, у Рыцаря и Черного Клинка при превознесении есть щарка на голову для милеков. То есть, дают силу атаки и критический удар. Это при уровне репутации почтение. Это очень долго качаться. Вы за день ее не апнете, скорее всего, если у вас итем гира достаточно не будет. Но запомните это ввиду. Если вы играете милеком, либо хантом каким-нибудь, которому нужна сила атаки, вам придется брать именно эту репутацию в первую очередь. Как качается эта репутация? Вы идете на сайт. На абсолютно любой сайт по Варкрафту. Смотрите, как начинается прокачка репутации с Черным Клинком. Так, начало этой репутации начинается с выполнения квеста. Непростая работа. Ищите этот квест на вовхеде. Непростая работа. Вот, вам по нему нужно убить кое-какой глаз. Берется это самое задание, самое первое для Черного Клинка. На корабле в Ледяной Короне. Всего есть два корабля в Ледяной Короне. Один для Альянса, другой для Орды. Посмотрите, что для Альянса, что для Орды. Где берется тот самый квест. Полетайте по нему, запомните. Непростая работа. И нужно будет убить вам определенный глаз. Вы этот квест делаете. Летите, сдаете. Делаете эту квестовую цепочку. И понемногу фармите репутацию Черного Клинка. Теперь, самое главное. Естественно, если вы играете за кастера. Вы делаете то же самое с Кирин Тором. Только вот у Кирин Тора нужно уже искать саму квесты. Где их делать, чтобы формировать вам самое главное. С вот этих вот всех репутаций это дружелюбие. У каждой репутации есть свои уровни репутации. Начиная с равнодушия, потом дружелюбия, уважения, почтения и превознесения. Чем больше заданий вы сделали по этой фракции определенной, тем больше у вас, естественно, репутация. Изначально вам нужно набрать хотя бы дружелюбие, для того, чтобы вы могли купить гербовую накидку этой самой репутации. Для чего вам эта самая гербовая накидка? Для того, чтобы вы, когда ходите в подземелье героического режима, не обычного, а героического, вы могли фармить эту самую репутацию за убийство мобов и боссов. То есть у вас пассивно будет фармиться эта самая репутация. Я уже открывал вам атласут и показывал, что при отфармении этих репутаций можно будет покупать определенные шмотки. Например, у тех же рыцарей черного клинка, начиная с уважения, вы можете купить 187 шмотки, конкретно вот две штуки. Это плащ на интеллект и ботинки там на защиту. С почтения вы можете купить 200 шмотки и с произнесения уже фиолетовые 200 шмотки. Примерно так работает каждая из этих всех репутаций. И, естественно, желательно с каждой сделать гербовую накидку, докачать ее до максимума и получить, естественно, вам самые лучшие шмоточки. Так называемые. Теперь, что могу посоветовать? Сделать из репутаций изначально сыновей Хадира. Это самая такая начальная репутация. При выполнении всей квестной цепочки вам дадут уважение с ними. За уважение, если вы играете за кольчугу, либо кожу, вы сможете купить либо кожаную шмотку, либо кольчужную. Если вы играете за кольчугу, вы сможете купить и то, и другое, и, в принципе, повысить себе и там гиры. Если вы играете за ткань, то, в принципе, пока что вам эта репутация ничего не даст. Сыновья Хадира нужны абсолютно всем для того, чтобы получить чарку на плечо. Запомни информацию, да? Теперь давайте разложим по порядку. Самая нужная для всех репутация будет это сыновья Хадира, но если вам изначально вы ничего и не можете с помощью атлас лута у них купить, то, и, в принципе, смысла от этой репутации вам не будет. В любом случае, атлас лут аддон вам помочь, на сайте Sirus ее можно скачать и все вот это вот потыкать, что можно купить у каждой из репутаций, естественно. Что могу лично от себя подсоветовать, при выполнении репутаций черного клинка и репутаций серебряного авангарда, вы можете получить 174 тринкеты. Я выполнил только серебряный авангард, а не черный клинок, поэтому имею только одну триньку. Теперь давайте покажу вам, где у серебряного авангарда, можете, конечно, это вы найти все найти и начать эти квесты с цепочки как раз таки выполнять. Ну, могу прямо сейчас показать. Вы идете в Далран, могу даже фишку кое-какую показать, кто не замечал ее. Вот сюда можете вставать, если у вас есть полеты в непогоду, и прямо отсюда уже взлетать в Далране. Сэкономят минимальное время. И летите себе в Ледяную Корону, Серебряный Авангард. У меня уже там квесты выполнены. Вы до туда долетаете, там у вас будет квест в этой самой базе. И вы как раз таки у одного из интендантов, не у интендантов, а у одного из NPC, берете самый квест и делаете квестовую цепочку. Понемногу по чуть-чуть, вы латаете репутацию, и в конце квестовой цепочки вы получите 174-й тринкет, то бишь аксессуар. Ну, как вам проще называть это. Приблизительно, либо у Тириана этот квест берется, либо у Черного Охранителя. Точно не помню. Интенданта со шмотом находится рядом с мобом. Вот здесь вы покупаете гербовую накидку. У меня репутация с Кирин Тором. Мне она уже не нужна, потому что с Кирин Тором у меня максимальный итем лейл взят уже. Точнее, репутация. И я покупаю накидку Серебряного Авангарда. Приблизительно, в основном, это все, в принципе, что вам нужно знать. То есть, этой информации вам должно хватать для того, чтобы понять, как одеть 180-й итем лейл. Что по поводу дальше, когда вы его возьмете? Естественно, как я уже сказал, вы начинаете, берете эти самые накидки. И регаете подземелья Личкинг Героек. При этом фармя репутацию с определенной из этой фракции. Желательно, если вы отфармливаете превознесение с определенной фракцией, лучше все-таки пойдите к другой репутации. Купите накидку. Можете сразу накупить себе накидки, чтобы потом не ходить. И фармить так репутацию. Ну и не забывайте, естественно, обновляться. Смотреть, какие-то вы шмотки можете купить у репутации. Какие-то вы не можете купить. Например, у интенданта серверного авангарда у меня ничего не выполнено. Я не могу сейчас ничего купить. Но зато, если бы я отфармил фуловую репутацию, я бы мог купить себе ботинки кожаные на ловкость-выносливость. Вот меткость, сила атаки, все можете прочитать. Либо в Атласлуте посмотреть, что, с какого уровня репутации вы покупаете. По поводу рейдов, я думаю, вы и сами догадываетесь, что вы можете взять квест в Далране, если кто не знает. Раз в неделю вы можете выполнить еженедельный квест на рейдовое подземелье, либо Наксармаса, либо Ука Вечности, а может быть Обсидианного Светилища. Чем выше контент, тем больше, естественно, квестов может появиться. Ну, точнее, любого из подземелья. Вы приходите в Аметистовую крепость, заворачиваете направо. Здесь стоит верховный маг Ландалог. Вы берете у него квест. Вам нужно убить в рейдовом подземелье Наксармаса Ласкутика. При убийстве его вы выполняете квест. Квест можно выполнять раз в неделю. Обновляется квест в четверг в 4.00 по московскому времени. Вроде бы, точно не скажу, но скорее всего. И раз в неделю вы можете лутать за прохождение этого квеста 100 очков доблести 100%. И на выбор либо 7 кристаллов энергии, либо 40 очков доблести. Я вам советую выбирать 40 очков доблести вот здесь вот на выбор. Этой информации вам должно хватать для того, чтобы все-таки одеться на серый вовсируса. Конкретно на x5 на данный момент. А потом и в будущем понемногу, по чуть-чуть. По следующему уровню контенту. И дальше, и дальше. Напоминаю, что я провожу трансляции каждый день практически. Вы можете заходить ко мне на YouTube. Смотреть, есть или нет. И задавать мне какие-то определенные вопросы. Смотреть, может быть что-то вам понравится, подойдет. Ребят, желаю всем приятного дня. Хорошей игры. И естественно нажатие колокольчика на мой канал. И захождение на мысливое. Всем до скорой, ребят.